Теперь к практике переходим. Какую бы практику я посоветовал, если уж я говорю о том, что люди могут заниматься сексом, тантристы могут заниматься сексом, в чем разница обычного секса от тантрического? Дело в том, что обычные люди, они сосредоточены на, как бы сказать, на удовольствие, скажем так. Тантрист или просветленный, он больше сосредоточен на энергии, потому что все есть обмен. Когда мы едим, мы заряжаемся энергией, когда мы занимаемся сексом по потребности, мы обмениваемся энергией, гармонизируем себя. Это нужно для здоровья, для поддержания гармонии организма. Секс необходим. Просто кто-то может больше, кому надо, кому-то меньше, но секс необходим. Без секса психическое напряжение. Вот. Все должно быть в меру, как говорится, но злоупотреблять этим тоже нельзя, все должно быть в меру. Вернемся к практике. Так вот, разница между обычным сексом и сексом тантрическим. Больше средоточенность на энергии, во-первых. На осознанности себя, что с тобой происходит, на осознанности, что виденье, учиться видеть в этот момент, что вокруг. Осознанность как внутри, так и снаружи существует. Так. Но в этом моменте меньше делается фрикций. Фрикций, то есть туда-сюда человек, когда входит мужчина в женщину, входит, и он как бы обычно, как показано в порнографических фильмах, идет долбиловка такая. Но тут цель не в этом. Если наша задача энергия, понимаем, что это обмен энергии в секс, тогда целью не должна быть, как бы долбиловка, и фрикции нужно сокращать. Постепенно, не сразу. Но я не сразу перейду, перескочу, скажу, что для просветленного это не важно. Это важно для практики непросветленного, потому что в этот момент он подсаживается на вот эти стимуляторы ощущения. То есть ему это нравится, естественно, чем больше удовольствия, тем человек он погружается в это. Задачей его меньше делать фрикций, а больше, как говорится, массаж, вот это дело как бы поглаживание, ласкание, но находясь внутри при этом. Тут несколько моментов надо отметить, что женщины бывают разных типов. Более сексуальные, менее сексуальные. С некоторыми женщинами можно находиться внутри, и при этом у мужчины будет как бы эрекция прекрасна там внутри, он может ласкаться, находясь в этой эрекции, без движения ласкаться с женщиной спокойно. Разгонять энергию, правильно сказать, не ласкаться. Есть женщины менее сексуальные, соответственно, тут мужчине потребуется очень многое зависит от женщины, между прочим. Но не надо говорить, что какая-то женщина хуже, лучше, это не важно. На самом деле, просто надо ориентироваться как есть по факту. Поэтому с женщинами, которые меньше сексуальные, нужны толчки. То есть, глубоко заходишь и делаешь глубокие толчки просто. Это один из вариантов. Либо небольшие фрикции, медленные. Но тут надо все индивидуально чувствовать, соответственно, чтобы женщину простимулировать на большее ощущение. Потому что, если вы с такой женщиной будете находиться без движения, то это не особо что-то даст сексуальная энергия. А ее нужно сбудоражить, подвигаться, сбудоражить и остановиться. Или как бы медленно это все делать. То есть, это с женщинами, которые не особо сексуальные. Если женщина страстная, она может быть сама, конечно, если она практикует, она не будет пытаться эту страсть как-то воплотить, она будет ее наблюдать. А вы будете просто там с эрекцией находиться со страстной женщиной. Это все чувствуется. То есть, в этом заключается практика сексуальная тантрическая. Еще я рекомендовал бы в презервативе это делать. По какой причине? Потому что без презерватива, конечно, это очень приятно, весело, как говорится, но тут энергия идет капитально вниз. Конечно, мастер может все, что угодно. Мастер уже, который достиг, может по-всякому, и с презервативом, без презерватива, и с фрикциями, то есть с большими движениями, с маленькими движениями, и без движений, и по-всякому он может. Это уже мастер. Мы сейчас говорим о практике. Что лучше для начинающего как бы практиковать? Презерватив чем удобен? Прикрывается частичная энергия. То есть, она все равно там циркулирует, но она несколько перекрывается и переходит. Соответственно, если в одном месте энергия перекрывается, она потоком идет в другие места. Соответственно, вы будете телом больше ощущать, руками больше ощущать. идет больше на другие места ощущения, соответственно. Ну и легче ее поднимать, как говорится, эту энергию. Вот. В противном же случае, если вы без презерватива, это больше заземляет, если вы не сильны сознанием, скажем так. Так. Это заземляющий фактор. Вот. То же самое, я не сторонник анальных всяких сексов. Это вообще самая заземляющая вещь. Я считаю, что это место не приспособлено для этого. Есть только одно место, которое приспособлено для этого. Это классический секс, по большому счету. Все остальное придумано людьми для расширения удовольствия. Вот. Это разного вида энергии. Там через рот пытаются, ртом, все это прочее, на самом деле это все разные виды энергии, но это искусственно, на самом деле неестественно. Самое естественное – это классика. Меня многие могут ругать, неважно. Я говорю, как есть. Осознанность. Но вы мыслите, как считаете нужным. Вот. Что еще хотел сказать. Таким образом, в общем, важна осознанность. и потом уже, когда вы будете находиться в осознанности, уже не важно, как вы будете делать, что вы будете делать. Это будет уже совершенно до того, что вы чувствуете гармонию в данном моменте. вам уже можно будет все. Еще такой момент, что главный момент, наверное, что важно. Доброжелательность, любовь – это важно во всем. То есть, помните, не низменные какие-то желания, не низменные стремления, а вы должны видеть другому человеку душу. Через характер ли его, через какие-то, не знаю, вещи, помыслы и так далее, его стремленности, этого человека. Но вы должны видеть душу. То есть, вы должны любить душу человека. То есть, не то, что вам вот раз объект нравится внешне, а нужно любить душу в этом объекте. И тогда энергия будет более гармоничная. То есть, она должна соответствовать отголосок должен быть. Вы должны чувствовать партнера как свой отголосок какой-то душевный. Это важно. Поймите, любовь, гармония – это и есть просветление. Когда вы достигнете любви, всеобъемлющей гармонии, на данный момент, скажем так, это и будет вашим просветлением. То есть, на самом деле, пик просветления, пик всего – это жизнь в гармонии. Помните об этом. Подписывайтесь на наш канал.